Торговые комплексы, многоквартирные жилые дома, лечебно-здоровительные центры, базы отдыха. На очередном заседании комиссии градостроительного совета рассмотрели 7 объектов, работы по возведению которых планируют возобновить уже в ближайшее время. На финишной прямой фонд защиты вкладчиков прекращает принимать от крымчан и севастопольцев заявления на компенсацию депозитов. Медикаменты по доступным ценам. В Севастополе готовятся к открытию сети социальных аптек. Помощь жителям ДНР и семьям ополченцев в Севастополе развернут филиал некоммерческой организации «Гуманитарный батальон Новороссия». Севастополю старый новый герб. Городу вернули геральдический символ, утвержденный еще в XIX веке. Единственным дополнением стал знак высшей степени отличия – звезда героя, которую поместили на георгиевскую ленту. Как сообщается, герб Севастополя имеет совершенно уникальное обрамление. Оно свидетельствует о статусе субъекта Российской Федерации, о статусе города-крепости. И никакой другой субъект или город России не может использовать двуглавого орла георгиевскую ленту. Это право дано только Севастополю. Окончательный вид герба города утвердят на сессии законодательного собрания нового созыва. Фонд защиты вкладчиков прекращает принимать от крымчан и севастопольцев заявления на компенсацию депозитов, размещенных в закрытых на полуострове украинских банках, сообщается на сайте некоммерческой организации. Все дело в том, что установленный законодательством 90-дневный срок для приема заявлений о согласии на приобретение фондом прав и требований по вкладам и счетам завершается. С 26 августа будет прекращен прием документов от вкладчиков восьми финансовых учреждений ПАО Укрсоцбанк, Укрсиббанк, Марфинбанк, Дельтабанк, Банкфорум, Городской коммерческий банк, Автокрасбанк, Платинумбанк. 27 числа от вкладчиков АО Ощадбанк. В случае, если гражданин не смог предоставить заявление в указанный срок в связи с исключительными обстоятельствами пребывание в плавании или длительной командировке, вступление в наследство, получение документов, подтверждающих место жительства, тяжелая болезнь и другие, этот срок может быть восстановлен решением наблюдательного совета фонда по заявлению вкладчика. При обращении с таким заявлением вкладчика необходимо приложить оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающие обстоятельства, на которые заявитель ссылается в обосновании своей просьбы о восстановлении пропущенного срока. Также, если заявление уже было написано вкладчикам ранее, но потребовались дополнительные справки, то они будут приниматься и по завершении указанного срока. В Крыму заработала государственная аптечная сеть. Такие заголовки сейчас можно увидеть на страницах многих интернет-изданий. На полуострове уже открыто 11 пунктов. Севастопольцев волнует вопрос, когда же и в нашем городе начнут работать в социальной аптеке. На брифинге ответ дал исполняющий обязанности губернатора Севастополя. Сергей Миняйло подчеркнул, сначала необходимо отремонтировать медицинский склад. Высокая стоимость на лекарственные препараты сильно волнует севастопольцев. Все ждут социальных аптек, чтобы иметь возможность покупать медикаменты по доступным ценам. Я диабетик, покупаю диабетон за 600 рублей. Можно? Как мне жить? Очень дорого. Аптеки очень дорогие. Для пенсионного возраста, для инвалидов, конечно, нужны социальные аптеки. А уровень цен, конечно, вырос в аптеках. Есть много слоев населения, которые нуждаются в этих аптеках. Я думаю, так. Все лекарства, они стоят немалые деньги, тем более импортные. Конечно, нужны аптеки, которые люди, у которых достаток не такой высокий, могли спокойно купить лекарства, которые им необходимы, а не заменять каким-нибудь дешевым, неэффективным препаратом. Социальные аптеки очень необходимы просто в каждом районе. Сергей Минейло рассказал, что о городских социальных аптеках можно будет вести речь после того, как отремонтируют и приведут в порядок медицинский склад. И на это нужны средства. На сегодняшний момент мы оценили возможность создания или ремонта или реконструкции своего медицинского склада. Да, цена вопроса почти 15 миллионов. Тем не менее, выход нашли. Сергей Минейло рассказал, что на сегодняшний момент ряд частных аптек работают практически как социальные, по лекарствам первой необходимости. Две или три сетевые торговые фирмы, они ситуацию сегодняшнюю понимают и с ними работа проведена. На социально значимые лекарства есть соответствующие цены. И плюс еще ветеранам и льготникам предоставляется скидка до 20%. Сеть аптек, ну я сегодня дам поручение начальнику правильного здравоохранения, он опубликует ту сеть аптек или где они находятся. А вот аптекам, в которых цены на медикаменты явно завышают, будет уделено особое внимание. Елена Корнухова, Виталий Козловский, программа «Наше время». Помочь нуждающимся сегодня ситуация на юго-востоке Украины достаточно тяжелая. Накал противостояния между подразделениями Донецкой и Луганской народной республик с войсками Национальной гвардии и украинской армии с каждым днем растет. Как следствие, страдают не только участники конфликта, но и мирные жители. Это сотни тысяч людей, нуждающихся в пище, медикаментах и одежде. Чтобы помочь им, 20 мая 2014 года, тогда еще министром иностранных дел ДНР, была создана некоммерческая организация «Гуманитарный батальон Новороссия». Ее филиалы располагаются во многих городах России. Есть подразделения и в Севастополе. Основная задача «Гуманитарного батальона Новороссия» – координация сбора и доставки помощи для жителей ДНР, семей ополченцев, поступающих от организации отдельных граждан. Подразделение находится в Москве, Новгороде, Уфе и во многих других городах страны. В Севастополе филиалы располагаются по улице Советская, 65. Здесь работает порядка 20 волонтеров, преимущественно с юго-востока Украины. Занимается сбором гуманитарной помощи по всей России и перевозом охраняемыми караванами. То есть идут ребята, караваны охраняются, доставка для жителей Донецкой, Луганских областей. Где-то обращаемся с просьбами, где-то с письмами, где-то просто люди, которые приходят, приносят гуманитарную помощь. В нашем городе немало людей, которые помогают продуктами, питанием, медикаментами и предметами первой необходимости. Отсюда собранную гумбатом Новороссия помощь направляют в центральную точку, куда истекается весь гуманитарный груз со всей страны. Доставочка у нас со всей территории России в Ростов. Там у нас основная база, где собираются и комплектуются потом для перевозки уже на юго-восток. Севастопольское подразделение гуманитарного батальона также вносит свою лепту в общее дело обеспечения всем необходимым жителям Юго-Востока Украины. Порядка двух фур было отправлено чисто гуманитарке, не считая денежных средств, которые были переведены в центральный офис на счета и доставлены лично. И переданы тем людям, которые непосредственно здесь приезжают и жены ополченцев, и жены тех ребят, которые ранены. Размещаем раненых, помогаем их семьям и помогаем им материально. По словам Дмитрия Лаврова, севастопольское подразделение в процессе работы сталкивается с проблемами. Без этого никуда. И дело даже не в прохождении грузом российско-украинской границы. И больше проблема не граница. Здесь спасибо России, скажем так, помогают. А проблема, наверное, больше в укроповских войсках, которые стремятся постоянно обстрелять. То есть, ну, реальная ситуация. Один автобус у нас просто спалили, с танка расстреляли. Это то, что было. Представители севастопольского отделения Гумбата Новороссия намерены продолжать свою работу и помогать мирному населению Юго-Востока Украины. По их словам, делать это они собираются вплоть до окончания гражданской войны, пока не отпадет потребность в гуманитарной помощи. Святослав Данилов, Виталий Козловский. Программа «Наше время». Сегодня в Доме правительства состоялось очередное заседание комиссии градостроительного совета. На совещании было рассмотрено 7 объектов, работы по возведению которых планируется продолжить уже в ближайшее время. Это торговый комплекс на Камышовом шоссе, два многоквартирных жилых дома, лечебно-оздоровительный центр в районе пансионата «Изумруд», рекреационный комплекс с помещениями отдыха и яхти на морской комплекс «Мобидик» в районе карантинной бухты. Каждый из застройщиков представил свою презентацию проекта с планом благоустройства территории. Какой вердикт вынесли члены комиссии, знает Святослав Данилов. На заседании комиссии сегодня рассматривали объекты, строительство которых было прекращено по тем или иным причинам, а заявители хотят продолжить этот процесс. Первый вопрос, который осматривает комиссия – возобновление строительных работ на Камышовом шоссе 21. Там планируется создать торговый комплекс, где будет организована продажа предметов быта, одежда, мебель. Площадь участка составляет 0,53 гектара. Площадь застройки составляет 5540 квадратных метров. Общая площадь – 9650 квадратных метров. Поэтажная площадь одинаковая – 2412 квадратных метров. Площадь парковки в Цоколе – 2412 квадратных метров. По словам Ивана Мищенко, строение планируется оснастить лифтом, парковкой на 60 мест и подземной стоянкой, паркингом. Застройка была прекращена в мае по распоряжению исполняющего обязанности губернатора города, когда уже было готово 4 этажа здания. Члены комиссии, осмотрев все предоставленные им документы и ознакомившись с планом работы, пришли к выводу, что пока еще рано давать разрешение на продолжение строительства. В районе Матыновской бухты на улице Катерная собираются продолжить работы по возведению яхтино-морского комплекса «Мобидик». В его состав должны войти печалы для стоянки и ремонта судов, гостиница на 200 мест, эллинги, ресторан с баром, торговые бытовые помещения. Застройка началась еще в 2006 году и была разделена на три очереди. Первая очередь строительства представляет собой 27 эллингов, площадь застройки 0,3 ГАР. Вторая очередь строительства – помещение для обслуживания яхтино-морского комплекса, включающее конференц-зал со всеми венами, техника оснащена, и помещение технического обслуживания комплекса. Третья очередь строительства начата в 2006 году, начата буквально в 2013 году. Первую очередь строительства было три года, потому что депутаты пересмотрели свое мнение по этажности объекта. Павел Остапченко отметил, что строительные работы прекратили 4,5 месяца назад. Он попросил комиссию дать возможность продолжить возведение яхтино-морского комплекса, иначе сотрудники компании останутся без зарплаты. Срок завершения работ может составить два года. Игорь Малоземов в свою очередь представил заключение экспортизы градостроительного совета, которое побывало на месте застройки 4 числа. В соответствии с ним соблюдены нормы безопасности объекта, и стройка может быть возобновлена. Учитывая это основное, то есть все может быть принято к рассмотрению, заключением одного распоряжения губернатора, строительство в прибрежной зоне, все объекты материала строительства запрещено до 15 октября 2015 года. То есть у вас есть в течение, грубо говоря, полтора месяца для того, чтобы устранить все замечания, и по прекращению действий распоряжения начать возобновить строительство. Кроме того, члены комиссии осмотрели возможность возобновления строительных работ двух многоквартирных жилых домов, лечебно-оздоровительного центра в районе пансионата «Изумруд» и рекреационного комплекса с помещением отдыха по адресу проезд Рубежный, 28. Святослав Данилов, Денис Александрович, программа «Наше время». «Наше время» продолжается, и смотрите далее. Выселение отменяется? Исполняющая обязанность... Улица Молодых Строителей, 14. Передовые рубежи Севастополя. В городе прошла вторая российско-казахская экспедиция. Соревнования, первенства и чемпионаты, победы и поражения о спортивных событиях города Владимир Милянский. Выселение отменяется. 19 семей, проживающих в доме номер 14 по улице Молодых Строителей, стали жертвами коррупционных схем, считают люди. Свои права на собственность они отстаивали силами соседей, общественности и правозащитных инстанций. Но все безрезультатно. 10 лет судебных тяж принесли лишь разочарование в правосудии. От безысходности жители обратились к новому руководству города. Эти кадры сделаны в июне прошлого года. Около десятка мужчин спортивного телосложения в сопровождении судебных исполнителей и представителей правопорядка выносят вещи жильцов из дома номер 14 по улице Молодых Строителей. Светлана Дымова купила тут квартиру 6 лет назад. С того момента ее жизнь превратилась в сплошное судебное разбирательство, говорит женщина. Начали эти повестки. Но шли они на старого хозяина. Я не реагировала, я не привыкла вскрывать чужие письма. И, конечно, их не вскрывала. Мало ли, какие у человека дела. А еще через год уже пошли повестки на меня. И первая инстанция, то есть, отсудить у меня право собственности, лишить меня имущество. Квартиру покупала через банк. И я была полностью уверена, что это гаранты моей безопасности. Судебные повестки о лишении права собственности получили 19 семей. Юрий Шестов рассказывает, в 1998-м этот дом построили совместными усилиями людей и подрядчиков. Но в 2002-м году компания застройщика обанкротилась. Обанкротившаяся фирма «Маяк» забирает права на строительство этого дома и на собственность этого дома у всех жильцов, которые внесли свои деньги, реальные деньги, на строительство, будучи дольщиками этого строительства. Естественно, мы обращались во все инстанции, которые только можно, вплоть до президента Украины на тот момент. Приходили стандартные отписки, что обращайтесь в суды, решайте вопрос в судах. Люди показывают стопки всевозможной документации, обращения в суд, прокуратуру и другие правозащитные инстанции. Более 10 лет они обивали пороги чиновников. Игорь Сердюков говорит, недавно обратились и к нынешнему руководству города. Надежда на помощь оправдалась. Судебная инстанция вынесла решение о том, что российская прокуратура не является правоприемником украинской. На основании этого все суды прекратили. Прокуратура в этом отказана. По российским законам в ликвидацию прокурор войти не может в ликвидационную процедуру. Поэтому прокуратура и благодаря, спасибо губернатору, юридическая служба разобралась в этом делом и вынесла решение признать те неправомерные документы о праве собственности, на основании которых Маяк получил право собственности, недействительные. Для законного оформления документов жильцам еще предстоит доказать свои права собственности в судебном порядке. Кира Калинина, Денис Александрович, программа «Наше время». В Севастополе прошла вторая за этот год российско-казахская экспедиция передовые рубежи Севастополя. Ее задачей стало обследование передового рубежа севастопольской обороны, приведение в достойный вид долговременных укреплений 1941 года. Многие объекты в районе передовой линии обороны до настоящего времени не найдены. Только на плато Микензевых гор, покрытых лесом, до сих пор числятся пропавшими без вести более 40 тысяч защитников города. Совместными усилиями бойцов севастопольского отряда береговая оборона, казахстанского Ирбис и курсантов школы юного поисковика был расчищен ДОТ номер 63. Завершение работ на приведенный. В порядок объект установили аннотационную табличку. Справедливая Россия представила программу развития Севастополя на краткосрочный период и перспективу. По словам председателя регионального отделения партии Михаила Бричака, над ней работала группа ученых-специалистов, которые учли многие факторы для комфортного и благополучного проживания граждан. В ней обращается внимание на использование эффективной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образования, работы местного самоуправления. Также представители Справедливой России отметили, что их программа нацелена на развитие культурного потенциала и сохранение исторического наследия. Особая роль уделяется проблемам молодежи, заявил Михаил Бричак. Молодежь должна сегодня получить со стороны государства повышенное внимание и в плане обеспеченности жильем, трудоустройством, получением образования, социальной адаптацией, вхождением во взрослую жизнь. Это важнейшие аспекты. Михаил Бричак отметил, население должно быть социально защищено. И достижение этой цели – основная задача России. Россия, как государство, как власть, должна первую, основную задачу решать. Это социальные стандарты, это социальная защищенность, это социальная справедливость в обществе. Далее передаю слово нашему спортивному комментатору Владимиру Мелянскому. В Финском заливе прошло первенство России и в регате юношеских классов участвовали севастопольские яхтсмены. Наш экипаж из-за клуба «Аврора» в классе «Кадет» в составе рулевой Катрин Белой и Влады Подеряки в общем зачете занял четвертое место из 27 яхт девушек. Вторые из 12. Также в «Кадетах» их одноклубники Станислав Васильев и Даниил Подеряка – 13 в общем старте. И девятые среди 15 юношеских экипажей. Самый массовый старт, конечно, среди оптимистов. Их 166. Лучшие по сумме всех гонок – Семен Механников, 14-й, Дмитрий Подельник, 32-й, Иван Шкиперов, 107-й. Все они из яхт-клуба «Аврора». Пятеро юных капитанов из яхт-клуба Центра морской и физической подготовки Черноморского флота. Арина Латынина, 8-я из 37 девушек. Марина Федорова, 19-я. Марина Петрова, 34-я. А Валерий Бутов, 110-й. Из 120 юношеских оптимистов возглавили спортивную делегацию руководитель яхт-клуба «Аврора» в Бухте Казачьей Алексей Шкиперов и тренер по парусному спорту Елена Кравчук. Она работает с юными капитанами в школе Олимпийского резерва и яхт-клуба Черноморского флота. Ребята приняли участие и в парусной неделе, которая состоялась в Севастопольской бухте в эти выходные дни. Владимир Мелянский, Дмитрий Воробяк. Программа «Наше время». Соренования в воркауте в этом новом силовом виде спорта, скорее уличном, дворовом, проходят редко. И севастопольцы, занимающиеся воркаутом, откликнулись на приглашение принять участие в открытии обновленной спортивной дворовой площадки около школы номер 18 в Симферополе. Также они выступили и на показательных соревнованиях на нашей ракушке на Приморском бульваре в день физкультурника России. Восемь севастопольцев приняли участие в фристайле, двоеборье, а это силовые упражнения на турнике и брусьях, а также в подтягивании с дополнительным весом 32 и 40 килограммов, а также в выходе на две руки. Число победителей севастопольцы не попали, а вот в итоговом судейском протоколе заняли четвертые места. Студент-второкурсник Севастопольского морского колледжа Владислав Зорин стал четвертым в двоеборе, один из трудных видов воркаута. Мечта молодежи в этом виде спорта иметь турники, брусья, тренажеры в каждом дворе, но одну общую современную в центре города на детской площадке в детском парке, там где стоянка авто. Спорт в каждый двор. Под таким девизом проходят соревнования, а физкультура, активный образ жизни, развивают физическое здоровье. Здоровая нация начинается со спорта во дворе, а для этого нужна общегородская программа. Владимир Мирянский, Дмитрий Воробяк, программа «Наше время». На рингах, установленном в спортивном зале «Муссон-арена», проходит чемпионат России и кубок дружбы по тайскому боксу «Муэйтай». Соревнуется более 200 спортсменов, а выступают не только мужчины, юниоры, но также девушки. Большой праздник восточного боевого искусства тайского бокса «Муэйтай». А в чемпионате России 2014 года по тайскому боксу «Муэйтай» и международному турнире по тайскому боксу среди юниоров участвует 209 спортсменов из 38 регионов, 5 стран – Казахстана, Белоруссии, Киргизстана, Таджикистана, Украины и России. Приятно, что среди них и 5 севастопольских представителей тайского бокса «Муэйтай». А заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Украины Сергей Архипов связывает надежды, что на верхнюю ступень пьедестала почета поднимутся наши спортсмены – мастер спорта международного класса Иван Григорьев и мастер спорта Александр Медведев. Ребята уже выступали на чемпионатах мира, имеют в активе золотые медали, и вот теперь чемпионат России, дебют у нас в Севастополе. Соревнования проходят по версии ИФМА, и впереди чемпионат Европы, который в конце сентября состоится в Польше, в городе Кракове. Среди участников соревнований – неоднократные чемпионы России, чемпионы Европы и мира Артем Левин и Артем Вахитов. Они члены национальной сборной команды России. Финальные соревнования пройдут 31 августа, начало финальных поединков в 17 часов. Соревнования проходят в спортивном клубе «Мусон». Владимир Вильянский, Виталий Козловский, программа «Наше время». И на сегодня это все. Поделиться с нами новостями, событиями и мнениями можно по телефону 5541-22. В студии была Наталья Двойцина. Далее еще раз коротко о главном, а я с вами прощаюсь. До завтра. До свидания. Торговые комплексы, многоквартирные жилые дома, лечебно-здоровительные центры, базы отдыха. На очередном заседании комиссии градостроительного совета рассмотрели 7 объектов, работы по возведению которых планируют возобновить уже в ближайшее время. На финишной прямой фонд защиты вкладчиков прекращает принимать от крымчан и севастопольцев заявления на компенсацию депозитов. Медикаменты по доступным ценам. В Севастополе готовятся к открытию сети социальных аптек. Помощь жителям ДНР и семьям ополченцев. В Севастополе развернут филиал некоммерческой организации «Гуманитарный батальон Новороссия». Продолжение следует...